Новшество в Пинской волне. У наших футболистов появился свой талисман. С новой футбольной фигурой в команде познакомился Владимир Городнюк. На футболе поддержки мало не бывает, решили в руководстве волны и воплотили в жизнь идею создать талисман команды. И вот он, Шарки, первая пинская акула, которая отныне будет сопровождать команду и, как минимум, привлекать ей удачу. Возможно, ее принес бы и Пинчук. Он был одним из вариантов талисмана. Но люди выбрали именно Шарки. Пусть хищница и не обитает на белорусском Полесье. А пока у Шарки первое знакомство с пинчанами. Талисман волны прогулялся по улице Ленина. Веселая акула раздавала флайеры и приглашала всех посетить ближайшие матчи пинских футболистов. Кто-то из прохожих с улыбкой встречал талисман. Кто-то с недоумением и даже опаской. Мол, что за акула в Пинске? И что она хочет? Это наш талисман, нашего клуба. Это впервые вообще в истории клуба. И по первой лиге, если брать, это один из, думаю, почти в единичном случае, варианте. Значит, он должен привлекать людей, развлекать. Как на стадионе. Мы планируем проводить какие-то акции до матча. То есть, вовлекать больше людей. Вот на нашей любимой пешеходке, на Ленина. Чтобы люди узнавали. То есть, как бренд города, да, футбольный клуб. Чтобы вызывать какие-то эмоции определенные. Наверняка не каждый поймет, почему именно акула стала талисманом пинской команды. Все-таки за нее голосовали не все. Но каждый должен учитывать, что такие пиар-ходы работают на повышение имиджа. И каждый из болельщиков волны, а с ними и шарки, желают своей команде только победы. Я думаю, что талисман вообще должен, в принципе, вызывать позитивные эмоции. Потому что мы хотим как-то привязать его к клубу нашему футбольному, да. То есть, чтобы ассоциация была, скажем, такая напугивающая на соперника, чтобы он боялся, приезжая в этот город. В этот же день шарки провела и первое знакомство с командой. С ней талисман поучаствовал и в тренировке перед предстоящим субботним матчем со Слонимом. И уж точно поднял настроение нашим футболистам своим присутствием на поле.